Амбиции заполучить Украину у скандального заместителя председателя Совета безопасности страны-агрессора Дмитрия Медведева постоянно растут. В этот раз он во время марафона знания впервые назвал всю территорию Украины частью России. Во время выступления Медведев напомнил слова одного из бывших украинских лидеров о том, что Украина – это не Россия, и резюмировал. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это безусловно Россия. На фоне карты, которой выступал Медведев, большая часть Украины показана как часть России. Кроме того, бывший президент Российской Федерации назвал исторически российскими территориями земли по обоим берегам Днепра. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены. Представитель страны-агрессора не впервые в своих заявлениях пытается заполучить украинские территории. Ранее во время интервью российским пропагандистам Медведев заявил, что считает украинскую столицу российским городом. Также Медведев заявил, Россия якобы должна убедить жителей аннексированных регионов в том, что якобы Российская Федерация вернулась к ним навсегда, а противников режима Кремля и тех, кто против оккупации украинских территорий, нужно перевоспитывать. Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. На этом амбиции политика страны-агрессора не закончились. Он заявил, что Одесса – российский город, который должен вернуться домой. Но уже 2 марта после его заявления об Одессе в один из мирных домов города прилетел шахет, запущенный россиянами. Там тогда погибло 12 человек, половина из них дети, 4 и 7 месяцев, 3, 8 и 9 лет. Также армия оккупантов полностью уничтожает украинские населенные пункты – Авдеевка, Бахмут, Орехов, Гуляйполе и другие прифронтовые города. Оккупанты стирают их с лица земли. Тем временем Российской Федерации продолжают угрожать не только Украине, но и другим городам. Как сообщает РосМИ, ссылаясь на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, якобы деноцификация в Германии не завершена. Если-то откажется изменить ситуацию, последствия для нее будут ужасными. Субтитры создавал DimaTorzok